Здравствуйте! Вчера стало известно о том, что Комитет Государственной Безопасности Беларуси задержал политолога, литературоведа Александра Федуту и задержал не где-нибудь в Минске. Мы к этому уже все давным-давно привыкли, о том, что людей задерживают без суда, без следствия по абсолютно надуманным поводам, по абсолютно надуманным причинам, а задержали не где-нибудь, а в Москве. Вообще, на самом деле, редко такое можно услышать о том, чтобы фактически безнаказанные спецслужбы какого-то государства свободно оперируют на территории другого государства. И то, что произошло, конечно, это из ряда вон выходящее явление. Понимаете, мы уже как бы вроде привыкли, что белорусский режим постоянно плюет на Россию. То, что топ-менеджер российского банка задержан, то, что забрали на самом деле и фактически ликвидировали российский банк, Белгазпромбанк, забрали, национализировали. Банк, который принадлежит не кому-нибудь, а национальному достоянию России, Газпрому. Мы уже привыкли к тому, что Лукашенко дает команды арестовывать высокопоставленных российских чиновников, вспомним, Анищенко хотя бы. Мы уже на самом деле практически и привыкли к тому, что режим действует абсолютно безнаказанно в отношении даже бывших офицеров российских. Вспомним недавнюю ситуацию с вагнеровцами. Что произошло? А произошло то, что режим унизил, демонстративно унизил русского офицера. Никто не делал такое после Второй мировой войны. Никто не смел, кроме как фашистов, унижать русского или советского офицера. А Лукашенко показывал буквально, как его храбрые ребята, ОМОНовцы, русского офицера прямо лицом в землю, коленом припирают, как ведут его с заломанными руками. Это все кадры он показывал по всем каналам белорусского телевидения. Показывая, что вот он, я крутой. А Тертель, который говорил, мы выведем этих российских кукловодов на чистую воду. Тертель это председатель комитета государственной безопасности, если кто не знает. А сейчас фактически спецслужбы другого государства Беларуси свободно действуют на территории России, выкрадывая граждан и возвращая их в Беларусь для того, чтобы судить по надуманным предлогам. Вы знаете, на самом деле, я думаю, что и россияне, и белорусы очень быстро разберутся, очень быстро разберутся, а многие, я надеюсь, уже и разобрались, кто для них является настоящий друг, а кто для них является настоящий враг. И друг не тот, о котором думаем, кто унижает, кто оскорбляет, кто забирает имущество, кто на самом деле крадет граждан на территории страны. Потому что я посмотрел, я не могу вспомнить, чтобы политических людей какая бы то страна выдавала. Я думаю, что и Россия бы их не выдала. Потому что нету, не могу вспомнить, вот даже смотрите, по Ассанжу ситуация. В Великобритании сидит, Соединенные Штаты, союзник, ближайший союзник Великобритании. И тем не менее, Великобритания не выдает Ассанжу. Понимаете, потому что человек приехал за какими-то политическими целями. Он приехал, возможно, потому что и он преследуется у себя на родине. И выдача, это вообще предательство в отношении людей. Поэтому они не стали запрашивать, они просто украли его в городе Героя Москве.